Здравствуйте, меня зовут Евгений, я являюсь курсантом университета Розовской защиты МЧС Беларусь. Поступить в университет я решил после приезда сотрудников МЧС в нашу школу. Они нам рассказали про профессию, про все преимущества, про все минусы, и я тоже захотел стать спасателем. Мои родители всегда учили меня помогать другим, близким, родным, друзьям. И поэтому я захотел помогать людям. Я обучаюсь на факультете предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Этот факультет является универсальным, я могу работать как инспектором, так и начальником дежурной смены. Помимо учебы я занимаюсь фото- и видеосъемкой. Также у нас есть полигон в Борисове, где мы можем отработать свои практические навыки. На третьем курсе мы начинаем заступать в третью часть, которая находится недалеко от университета. На одном из дежурств нам поступил вызов, и мы выехали на него. По приезду мы увидели, что горит квартира на девятом этаже. Вместе с работниками МЧС мы поднялись на автокалиническом подъемнике, оказали помощь, быстро все потушили. Было немного волнения и немного страха, но я смог перебороть себя, и мы справились с поставленной задачей. На том же дежурстве мы еще вечером выехали на возгорание автомобиля. Второй раз намного проще. Во-первых, автомобиль, там не было людей, мы знали, что просто мы потушим автомобиль, и все. Про медиа-центр я узнал на первом курсе, когда я находился в Бомбеле. К нам приехали ребята с медиа-центра снимать про нас видеоролик, и спросили, кто хочет заниматься этим. И я записался в этот список. Мне очень нравится, это очень интересно развиваться в этом направлении, узнавать что-то новое. Об участии в конкурсе я узнал, находясь в Санкт-Петербурге на обмене опытом с российскими курсантами. Одновременно возникло два чувства – волнение и гордость за предоставленную возможность участия в таком конкурсе. У нас в медиа-центре очень много талантливых ребят, и в конкурсе курсант года было достаточное количество претендентов, и была очень большая конкуренция. Но Женя в этом году проявил себя больше всех остальных, он показал очень плодотворную работу, и в этом году его копилка наград пополнялась каждым месяцем, принося все новую и новую победу нашему университету. И исходя из всего этого, я выдвинул Женю как главного кандидата от нашего университета в этой номинации. Одним из критериев для отбора в номинации медиа-производа являлось, сколько работ в течение года побеждали в различных конкурсах международных, становились призерами. У меня было больше призовых работ, и поэтому я победил в данной номинации. В этом конкурсе приняли участие все силовые вузы нашей страны. В каждом вузе был определён лучший курсант ухода в своих номинациях. На церковь на рождение выбирали лучших из лучших в своём вузе, и я стал обладателем гран-при, и поеду в Москву 9 мая. Я с нестерпением жду эту поездку, так как я не был никогда в Москве. Когда мы готовили заявку с Евгением для участия в конкурсе, я как руководитель не сомневался в том, что он займёт призовое место, а когда результаты были известны, мне было очень отрадно, что именно наш вуз в этой номинации занял лидирующую позицию. После выпуска я стану офицером, и вне зависимости от того, куда меня распределяют, куда я пойду в службу или в надзорную деятельность, я продолжу заниматься видеороликами и буду развивать себя в этом направлении. Моя работа будет приносить пользу людям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова